Программа «Законодатели» 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 Максимально использовать статус секретаря, его возможности, в том числе административные, это абсолютно нормально, для того, чтобы решать те вопросы, которые стоят перед нашим округом. В конференции приняли участие депутаты собрания Ненинского округа, председатели фракции «Единая Россия», сенаторы от Ненинского округа в Федеральном собрании Российской Федерации. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и ограничений. Участники перед мероприятием сдали ПЦР-тесты на коронавирус. В ходе внеочередной сессии городского совета депутаты избрали главу муниципального образования городской округ город Наринмар. Руководить муниципалитетом в ближайшие пять лет будет действующий мэр Наринмара Олег Белак. На замещение должности мэра Наринмара мог подать документы любой желающий. В конкурсную комиссию о себе заявили и предоставили необходимые документы две кандидатуры. Действующий глава муниципального образования Олег Белак и его заместитель Андрей Бережной. Прошло четыре заседания конкурсной комиссии. И в ходе данных заседаний были рассмотрены документы, поданные нашими гражданами на замещение должности мэра городского округа города Наринмара. И проведен тщательный анализ документов и утверждены кандидатуры, которые будут предложены для голосования в совет городского округа. Большинство городских депутатов оценивают работу администрации города как эффективную. За последние годы работы в городе сформировалась эффективная команда, как в администрации, так и в муниципальных учреждениях и предприятиях. Мы видим, как меняется облик города. Например, обратили внимание не только на центр города, но и на микрорайоны. Жители активно участвуют в программах комфортной городской среды и инициативного бюджетирования. Вижу это на примере своего избирательного округа. В ходе встреч с избирателями большинство высказались позитивно о работе администрации города. Немало за предыдущие пять лет сделано и для развития муниципальных предприятий. У нас обновился автопарк, как вы уже знаете. У нас очень значительно обновилась производственная база. Улучшились бытовые условия, рабочие бытовые для работников, ремзоны, например, и вспомогательный участок в том числе. Поэтому я думаю, что все действия и поддержка, она очень важна для предприятий городских. В том числе, даже несмотря на пандемию, мы имеем такой рост и развитие положительной динамики. Большинство депутатов решили, администрация города сегодня на правильном пути. И выполнять поставленные задачи может эффективно. В ходе внеочередной сессии городского совета задействующего городоначальника проголосовали 11 депутатов. Один против. Олег Белак, в свою очередь, озвучил приоритетные направления деятельности на ближайшие пять лет. Напомню, главу городского округа выбирали не прямым голосованием избирателей, а советом депутатов уже во второй раз. То, что сегодня избрали Олега Ануфриевича, я еще раз подчеркиваю, это очень правильно. Потому что ломать ту сложившуюся команду, которая сегодня есть в аппарате администрации города, то взаимопонимание, которое достигнуто между городским советом и администрацией, важно сохранить и развивать дальше. 10 февраля состоялась первая в этом году сессия собраний депутатов Ненинского округа. В ходе сессии депутаты рассмотрели более 20 вопросов повестки дня. На сессии информацию о деятельности регионального парламента представил Александр Лутовинов. Как отметил в начале своего выступления председатель собрания депутатов Ненинского округа, в центре внимания депутатского корпуса были и остаются вопросы здравоохранения, образования, сохранения рабочих мест и обеспечения устойчивости экономики региона, строительства жилья и выполнения целей нацпроектов, социальной стабильности. Традиционно одним из важнейших новоровлений в работе депутатов является рассмотрение и принятие окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. С 2020 года работа над проектом главного финансового документа ведется в более эффективном формате. Совместно с исполнительными органами власти депутаты работали над законопроектом с нулевого цикла и на площадке администрации Ненинского автономного округа. После внесения проекта закона в окружное собрание работа над ним прошла в профильных комиссиях, рекомендации подготовлены по итогам заседаний, рассмотренные на депутатских слушаниях, которые проводились во второй раз. Предложения по итогам слушаний ко второму чтению учтены в полном объеме. В своем докладе спикер регионального парламента подробно остановился на структуре окружного бюджета, достижении целевых показателей национальных проектов на территории Ненинского округа. Тем не менее, существуют трудности в достижении ряда социально значимых для субъекта показателей. Это обеспечение дополнительными местами в садиках детей в возрасте до 3 лет. Сохраняется высокий уровень по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии. Необходимо больше врачей-педиатров, узких специалистов и врачей, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Отдельно Александр Лутовинов остановился на строительстве жилья. Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из самых актуальных для граждан, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья. По состоянию на 1 января 2022 года в очереди на переселение состоит 2629 семей. В прошлом году новое жилье получили 122 семьи. То есть, конечно, потребность гораздо более высокая. Общий объем финансирования составил почти 200 миллионов рублей на эти цели. Беспокойство вызывает затянувшиеся сроки сдачи многоквартирных домов. Неоднократно депутаты проводили выездные заседания по возводимым субъектам, в том числе с губернатором округа, департаментами. Обсуждали механизмы, которые в будущем позволят избежать долгостроев. Принято решение возобновить предоставление компенсации взамен аварийного жилья. Данная мера очень востребована жителями округа. В прошлом году на эти цели направлено 265 миллионов рублей. В своем выступлении Александр Лутовинов подробно остановился на решениях по социальной поддержке населения, принятых совместно с исполнительными органами власти. Принимая решения по мерам соцподдержки, необходимо исходить из критериев адресности и нуждаемости, отметил председатель собрания. В своем выступлении Александр Лутовинов также остановился на вопросах в сфере рыболовства и оленеводства, связи и цифровизации, строительстве социальных объектов. Работа с жителями округа остается приоритетом для депутатов окружного собрания. Конечно, сохранение режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией значительно снизило количество таких встреч. Тем не менее, депутаты выезжали в сельские населенные пункты, встречались с коллективами учреждений с соблюдением всех санитарных норм, проводили встречи с муниципалитетами в режиме ВКС. Жители округа, кроме того, обращаются со своими наболежными вопросами. Прежде всего, это же личные проблемы, социальное обеспечение, вопросы в сфере здравоохранения, связи, интернет, о чем я уже говорил. Порядка 30% обращений решаются положительно. Это достаточно хороший результат. Но, конечно, зачастую вопросы не относятся к компетенции законодателей. Не все вопросы удается решить, конечно. Но консультацию жители наши должны получать. Выслушивать обязательно надо. Если мы не можем в рамках своей компетенции эти вопросы решать, значит, надо обращаться в те инстанции, которые компетентны. Эту работу мы проводим в рамках и общественных приемных и так далее. В заключении Александр Лутовинов обозначил главные цели деятельности собраний депутатов. Это повышение качества жизни жителей Заполярье и развитие округа. Еще немало нерешенных и очень чувствительных проблем. Их решение – это общая работа всех уровней власти. На сессии собраний депутатов Ненинского округа окружные парламентарии в соответствии с законодательством согласовали кандидатуры заместителей главы региона. На сессии кандидатуры своих заместителей представил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. В руководстве статьей 37 Устава Ненинского округа, статьей 1 Закона округа о порядке согласования должностных лиц органов госвласти, мной внесено представление о согласовании кандидатуры Юрия Аркадьевича Хатанзейского на должность заместителя губернатора Ненинского округа по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера. В должности заместителя губернатора он будет координировать деятельность органов в государственной власти НАУ, в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера и в сфере развития и укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Юрий Хатанзейский родился в поселке Хангурея, окончил филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в Северодвинске, Российскую академию народного хозяйства и государственные службы при президенте России. Работал на различных должностях в регионе. В 2013 году уже замещал должность заместителя губернатора Ненинского округа по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера. В настоящее время также является президентом регионального общественного движения Ассоциация Ненинского народа и ИСАВА. Поступило предложение согласовать конъюнтуру Хатанзейского и Юрия Аркадьевича для назначения на должность заместителя губернатора Ненинского автономного округа по делам Ненинского и других коренных малочисленных народов Севера. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Хатанзейского. Также на согласовании депутатского корпуса на должность заместителя губернатора была представлена кандидатура Александра Дудрова. Он будет курировать деятельность управления гражданской защитой и обеспечения пожарной безопасности и Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа. Александр Николаевич соответствует требованиям, предъявляемым к лицу замещающему должность заместителя губернатора. На должность заместителя губернатора Александр Дудров был назначен главой региона 6 декабря 2021 года. Он окончил образовательные учреждения пограничных войск и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2014-2020 годах возглавлял городское поселение Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на администрацию муниципального образования Александровский район Владимирской области в округе с сентября 2021 года. На сессиях гружного парламента Александр Дудров был согласован на должность заместителя губернатора Нинецкого округа. Мы считаем, что кадры у нас должны быть утверждены в соответствии с требованиями, для того, чтобы у нас работа выполнялась по тем направлениям, за которые они отвечают в полном объеме. А там работа, которую они курируют, очень важная. Это противопожарная безопасность. И, конечно, это коренные малочисленные народы, которые проживают на территории Нинецкого автономного округа. Это очень и очень важно. На сессию собрания депутатов была внесена кандидатура Ларисы Сверидовой на назначение на должность уполномоченного по правам человека в Нинецком округе. Напомню, Лариса Сверидова в течение последних пяти лет являлась уполномоченным по правам человека в регионе. Она была назначена на эту должность собранием депутатов Нинецкого округа 22 декабря 2016 года. Срок полномочий омбудмена истек. Назначение на должность уполномоченного проходит тайным голосованием. По окончании голосования председатель счетной комиссии подводит его результаты. Счетная комиссия в составе председателя Чурсанова Александра Павловича, секретаря Миловского Николая Леонидовича и членов комиссии Райана Михаила Викторовича вскрыла урну с бюллетенями для тайного голосования по назначению на должность уполномоченного по правам человека в Неницком автономном округе и произвела подсчет голосов, поданных «за» и «против». При этом установлено, что в соответствии с законом Ненинского автономного округа от 2 октября 2006 года номер 760 ОЗ обуполномоченном по правам человека в Ненинском автономном округе и регламентом собрания депутатов Ненинского автономного округа в бюллетень для тайного голосования внесена кандидатура Свиридовой Ларисы Викторовны. Выдано бюллетень для тайного голосования 15, в ящике обнаружено 15, из них действительных 15. Голоса распределились следующим образом. Проголосовали за 8 депутатов, против 7 депутатов. В соответствии с законом Ненинского автономного округа от 2 октября 2006 года номер 760 ОЗ обуполномоченном по правам человека в Ненинском автономном округе и регламентом собрания депутатов Ненинского автономного округа по результатам тайного голосования Свиридова Лариса Викторовна не назначена на должность уполномоченного по правам человека в Ненинском автономном округе. Спикер регионального парламента озвучил алгоритм дальнейших действий. Если кандидатура на должность уполномоченную по правам человека в ДНО не набрала необходимого числа голосов, то эта кандидатура считается отклоненной, о чем сказал нам председатель счетной комиссии. При тайном голосовании оформляется соответствующее постановление собрания депутатов ДНО. Уважаемые коллеги, далее в соответствии с законодательством будет организована новая процедура внесения кандидатур для назначения на должность уполномоченного по правам человека в округе. По окончании сессии Александр Лутовинов, комментируя ее итоги, остановился на принятом депутатами решении. В том числе мы решали вопрос по полномоченному по правам человека. Эта ситуация здесь тоже понятна. Я предлагаю подходить к ней очень и очень взвешенно, потому что, конечно, при решении вопроса здесь были учтены и те замечания и предложения, которые были получены в том числе от жителей нашего региона. Но в то же время я хочу поблагодарить Ларису Викторовну за проделанную работу, потому что данный участок работы крайне сложный, крайне ответственный. Все, что касается вопросов лично для каждого жителя, или личная просьба, или личные отношения, это крайне важно. И здесь, конечно, очень сложно порой эти вопросы решать до конца. И поэтому я полагаю, что здесь, конечно, мы должны и в этом плане проявить понимание. Но, значит, мы должны помогать, мы, значит, должны работать, наверное, максимально вместе по тому направлению, которое осуществляет выполнен по правам человека. Территория под программу «Арктический гектар» в округе будет увеличена. Соответствующий закон окружные депутаты приняли на сессии собрания депутатов Ненинского округа. Законопроект на сессии представил начальник управления имущественных и земельных отношений Ненинского округа. Представленный законопроект разработан в рамках рекомендации Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации по расширению территорий, входящих в программу «Гектар» в Арктике, а также по предложению главы сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет Заполярного района Ненинского автономного округа. Предлагается окружной закон 273 ОЗ о территориях, которые участвуют в программе «Гектар» в Арктике, дополнить территории площадью 12 гектар, находящиеся в собственности сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет и расположенные непосредственно в населенном пункте деревни Куя. Первоначально общая площадь выделенных на территории Приморско-Куйского сельсовета земель составила 1293 гектара. Напомню, федеральная программа «Арктический гектар» заработала в округе в августе 2021 года. По упрощенной процедуре жители региона могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональным законами. Участки передаются в безвозмездное использование сроком на 5 лет. По истечении этого срока его можно оформить в собственность или заключить договор аренды. Граждане сами могут определить вид использования. Это может быть строительство дома, введение сельского хозяйства или любой другой законный вид деятельности. С 1 февраля этой программой могут воспользоваться не только жители Ниньского автономного округа, но и любые граждане России. Программа в Ниньском автономном округе реализуется довольно-таки успешно. Было подано около 40 заявлений и в настоящее время идет процесс предоставления участков. Единственное ограничение, которое возникает после 1 февраля, то, что у местных жителей сейчас отсутствует право первоочередного получения этих земельных участков, которое было с 1 августа прошлого года по 1 февраля этого года. И в настоящее время в собрании депутатов в том числе рассматривается вопрос и возможно появление законодательной инициативы, которая предполагает изменение федерального закона для того, чтобы это право сохранить и в будущем, не только которое было до 1 февраля, но и в отношении участков, которые будут вновь вводиться в эту программу. Отчет о деятельности Счетной палаты Ненинского округа в 2021 году представила депутатскому корпусу на сессии ее председатель Елена Сопочкина. В 2021 году Счетной палатой проведено 13 контрольных мероприятий, 5 из которых проведено по инициативе собраний депутатов Ненинского округа. В рамках 6 контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок для государственных муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом номер 44. Всего в 2021 году контрольными мероприятиями было охвачено 38 объектов. Среди них бюджетные учреждения, органы исполнительной власти, законные казенные учреждения и другие. В ходе аудита закупок Счетной палатой выявлено 44 нарушения на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях осуществления закупок, начиная с организации контрактной службы и заканчивая применением обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным контрактам. В ходе контрольных мероприятий в 2021 году проверено использование денежных средств на общую сумму 5 миллиардов 784 миллиона рублей. По итогам контрольных мероприятий выявлено 315 нарушений на общую сумму 87 миллионов 238 тысяч рублей или полтора процента от объема проверенных средств. Кроме того, по итогам контрольных мероприятий выявлен один факт неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. По результатам контрольных мероприятий, Счетной палатой направлено 37 представлений. Счетная палата также подготовила 114 заключений на проекты окруженных законов и иных нормативных правовых актов округа. В заключении своего выступления Елена Сопочкина рассказала об основных направлениях деятельности. На текущий год и отметила, что особое внимание будет уделено мониторингу и контролю реализации национальных проектов. На сессии регионального парламента депутаты сразу в двух чтениях приняли социально значимый законопроект о бессрочном предоставлении компенсации за наем жилья преподавателям окружных образовательных организаций. С инициативой выступили окружные парламентарии, представители общественной молодежи, палаты при региональном парламенте. По окончании сессии изменения в окружные законы об образовании в Нинецком округе мы попросили прокомментировать парламентариев. Ранее существовала такая норма, что семье из одного или двух человек предоставлялась компенсация при отсутствии жилья в нашем округе и при условии нахождения на учете в очереди на получение жилья в размере 10 тысяч для семьи из одного или двух человек и 15 тысяч, три и более человек. И эта норма действовала в течение первых пяти лет работы преподавателя или работника образовательного учреждения в учреждении. Сейчас мы устранили ограничения эти пять лет, то есть это бессрочно, пока человек работает в образовательном учреждении округа, города Нарьинмара и поселка Искателей, они имеют право получать эту компенсацию. Это поможет сократить отток кадров, их перемещение из учреждения в учреждение, то есть раньше приходилось поступать таким образом, чтобы сохранить эту льготу. Надеюсь, это улучшит уровень образования, поможет работникам образовательной сферы работать уже с большей надежностью, с уверенностью в завтрашнем дне и полностью отдавать своей работе. Компенсация полагается тем педагогическим работникам государственных, профессиональных, образовательных, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций округа, расположенных в Нарьинмаре или поселке Искателей, которые не обеспечены жилыми помещениями. При этом они должны состоять на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений в соответствии с законом округа о специализированном Государственном жилищном фонде Ненецкого округа. Такая норма ранее была принята в отношении медицинских работников. Она говорит о том, что мы, конечно, максимально стараемся привлечь специалистов для работы в Ненецком автономном округе. Такая задача состоит, и мы ее стараемся решать подобными мерами. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok